Мы рады приветствовать всех гостей, членов жюри, авторов и их номинаторов на девятнадцатом финале премии «Национальный бестселлер». Здравствуйте! Я просто хотела про вас сказать Артемию. Да, это Полина Толстон, актриса БДТ. Артемия, можно так подробно не говорить, но без него я точно уверена, никто себе не может представить финал «Национальный бестселлер» без Артемия. Артемий Троицкий! Всем привет за пары добрые! Ну что ж, генеральный спонсор девятнадцатого сезона премии «Книжный магазин «Во весь голос». Нам сегодня еще о нем расскажут, а пока я прошу просто поблагодарить этого спонсора аплодисменту. Также спонсором премии оснается фонд содействия развитию современной литературы «Люди и книги». Фонд пополняется за счет пожертвований частных лиц, и жертвователем может стать совершенно любой человек. В этом году особенную благодарность фонд хотел бы выразить Дмитрию Гусеву из Саратова. Вот уже девятнадцать лет фонд комитет «Нацбеста» бесстрастно следит за соблюдением правил премии и никак не вмешивается в работу жюри. До 2013 года премией руководил Виктор Леонидович Топоров. Ну вот уже шесть лет капитанский мостик «Нацбеста» занимает Вадим Левенталь. Я предпроглашаю его на сцену. Слово ответственному мостику «Нацбеста». Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, друзья. Ну, Полина уже сказала, что спонсор премии в этом году – книжный магазин «Во весь голос». Мы вчера открыли этот магазин торжественно. Была вечеринка, тусовка, пьянка. Очень весело все было. Всем очень понравилось. Книжных магазинов в Петербурге катастрофически мало. Как бы это парадоксально не прозвучало в культурной столице, книжных магазинов очень мало, их практически нет. И открытие еще одного независимого интеллектуального книжного магазина светлого, просторного, красивого, с отличными книжками, где не нужно перерывать кучу макулатуры, чтобы открыть какую-то жемчужину, а просто любая книжка, которая берет, что-то классная. Я думаю, что это праздник для всех нас и для всего Петербурга. Это очень здорово. Там не будут не только продаваться книги, там будут проходить лекции, презентации, всякие разные другие мероприятия, кинопоказы, круглые столы, дискуссии. И мы будем страшно рады видеть всех в качестве гостей, слушателей и так далее. Ну и очень многих людей в этом зале мы будем рады видеть и как лекторов, авторов, участников дискуссий. Поэтому мы открыты всем предложениям. Мой телефон у всех есть. Звоните. Что-нибудь веселое придумаем. Что касается нынешнего короткого списка, мне хотелось бы обратить внимание вот на что. Тут пару недель назад в Фейсбуке заразилась маленькая дискуссия на тему того, открывает ли нацбест новых авторов, формирует ли нацбест какую-то новую свою повестку или на самом деле нет. Мне кажется, что нынешний короткий список заканчивает эту дискуссию. Потому что, ну смотрите, Евгения Некрасова, «Конечно-малечина», книжка про школьный Булин, вторая книга молодого писателя, «Упыр лихой», «Славянский атаку», такая политическая порно-сатира, вторая книга молодого автора, Александр Пелевин, четверо, третья книга молодого писателя. Все это три первых попадания в короткий список крупной премии, три молодых автора. Андрей Рубанов, «Финист, ясный сокол», «Славянская фэнтези». Да, Андрея Рубанова трудно назвать депутантом или там молодым писателем, но мы все прекрасно помним, как в 2006 году, еще в Астории, Андрей попал в наш короткий список с первой же книгой. Назбест открыл Андрея Рубанова. Александр Ятуев, роман, который называется «Я буду всегда с тобой», такой мифопоэтический роман на историческую тему. Нынче в молодых писателях ходят лет до 50, но даже по этим самым толерантным меркам Ятуев его можно с натяжкой назвать молодым автором, но тем не менее в некотором смысле он все-таки депутант у нас сегодня, потому что это первый роман писателя. Мы знали его достаточно сравнительно ограниченное число читателей, знали его по рассказам, по местам, эссе о литературе, книжкам, которые назывались «Книгоедство-1», «Книгоедство-2». Но это первый роман Александра Ятуева, и он в нашем шорт-листе, в сущности, открыли тоже этого писателя. Михаил Трофименков, в этом зале его никому не нужно представлять, книга «20-й век» представляет «Кадры и кадавры», но мне кажется, для широкой публики мы, в сущности, сегодня открываем этого автора, я имею в виду для широкой публики по самому большому счету. Поэтому, по-моему, все вопросы сняты. Натсбест открывает новых авторов, Натсбест формирует повестку, следите за Натсбестом, у нас все всегда самое веселое, самое задорное, самое живое, все остальные только идут по нашим следам. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, сейчас мы с Артемием расскажем вам, Артемий, о книгах, я о их авторах, но прежде, чем мы начнем, я попрошу членов жюри, пожалуйста, сдайте свои конверты с вашими голосами председателю жюри Юрию Воронину, конверты запечатаны будут. Так, некоторые вот в процессе прямо запечатаны. Депеша. Вам не слышно. Сдайте, пожалуйста, конверт, Владимир Владимирович, председателю жюри. Напомню, что председатель жюри должен будет позже вскрывать эти конверты и проверять, не поменял ли кто-нибудь из членов жюри свое мнение по ходу дела. Так нельзя поступать. Так что, все все сдали? Все хорошо? Приступаем. По алфавиту. Итак, первая книга. Александр Ятоев, «Я буду всегда с тобой». Александр Ятоев родился в Ленинграде, окончил Ленинградский механический институт, многие годы отдал работе в Эрмитаже, а последнее время трудился редактором самых известных и значимых редакций Петербурга. Читателем он лучше всего знаком по серии книганец, как уже сказал Вадим. Это собрание коротких и высшей степени остроумных эссе и заметок о литературе. Также он автор множества рассказов, повестей и даже одного сборника стихов. «Я буду всегда с тобой» — первый роман автора. Номинатор, писатель Павел Крусанов. Вот уже третий год «Надзбест» вручает всем своим финалистам памятные уникальные тарелки, которые произведены ограниченным тиражом на легендарном Ленинградском фарфоровом заводе. И чтобы их вручить, мы будем вызывать авторов или их представителей на сцену. Поэтому, пожалуйста, Александр, дайте к нам. Александр, спасибо. Заодно мы еще рады, если поприветствуем авторов, а не очень волнуются. Просто отличная тарелочка. Вот, с нее я буду есть, пить. Так, да, 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 спасибо. Артемий, вам слово. Все самое интересное. Добрый вечер. Ну, сначала маленькое предисловие. В общем-то, на самом деле, в этом году довольно своеобразный вот этот шорт-лист получился. Хотел бы отметить несколько особенностей, которые, возможно, имеют прямое отношение к чему-то более глубокому или более широкому в нашей жизни. Значит, смотрите. Имеется шесть книг. Одна книга нон-фикшн и пять романов. Среди пяти романов имеется один роман такой реалистическо-психоделический, один роман порнографический и три, обратите внимание, три сказки. Половина книг в шорт-листе – это сказки. Они разные по стилю. Тем не менее, это сказки. В моем сознании, возможно, чересчур с коверканом, это все каким-то образом совместилось с другим событием в нашей жизни, а именно с тем, что слово «сказочный» стало невероятно популярным в последние месяцы. Благодаря паре персонажей, одному сверху, второму снизу, и определенным обстоятельствам, чтобы меня не оштрафовали одного, вы можете вместе со мной с фором сказать «сказочный долбовод». Вот, все фамилии записать. Значит, то есть вот эта вот сказка, да, сказка, она каким-то образом проникла в подсознание нашей современной российской жизни. Произведение сказки, долба, сказочный персонаж, но это еще не все. Из шести книг четыре, то есть две трети, обозначенные на обложке как книги от 18 лет и старше. То есть книги, содержащие нецензурную брань, и, в общем, книги, не предназначенные для чтения детям. А мой взгляд, это тоже довольно странно. То есть, что детям читать? Отнутреть, что это, с того, что издается? Далее, на что я обратил внимание, это уже более тонкое наблюдение. В представленных романах, но, опять же, я не говорю о книге Михаила Трофименко, поскольку это книга научно-историческая, или историко-публицистическая, скорее. Но в представленных романах, за исключением одного, практически нет женщин. Действуют одни мужчины. То есть, что они там делают? Они там делают разные вещи. Но чисто мужская история представлена. Шок-листет, по крайней мере. Странные наблюдения. Точка. Значит, на этом я закончу предисловие. Теперь роман Александра Итоева. Называется «Я буду всегда с тобой». На обложке книги парень и девушка, и в силуэты какое-то там, то ли поле, то ли еще что-то, стоят, целуются. Название, опять же, такое «Я буду всегда с тобой». То есть, я был уверен, что это такой лирический роман. Прочел аннотацию. «Север», 43-й год. Ничего не понятно. Значит, на самом деле, совершенно не лирическая книга, и не лирическая, и не любовная. Девушек там вообще нет. За исключением там каких-то пары персонажей таких, ну, проходных, как правило, инфернальных. Это книга реалистическая. О том, что происходило за полярным кругом в Советском Союзе летом 1943 года. А там, с одной стороны, шла война, с другой стороны, были, естественно, лагеря, заполненные и переполненные зэками, а также неподконвойными, заключенными. И была еще такая загадочная штука, про которую я почти ничего не знал, но специально почитал и изучил, под названием «Мандалата». Скорее всего, и вы об этом ничего не знаете. «Мандалата» — это было восстание немцев против советской власти. Немцы, ну, такие люди наивные, оленеводы, живут в тундре. И на них обрушилась советская власть во главе с товарищем Сталином, то есть коллективизация, раскулачивание, оленей забрали в колхоз, какие-то дикие эти налоги, разверстки и так далее. Короче говоря, немцам это не понравилось. Стали они потихоньку бузить. Ну и вот на фоне Великой Отечественной войны и этой самой «Мандалаты» разворачивается действие романа. Написано все очень здорово. Просто классная проза, на мой вкус, по крайней мере. И что мне больше всего понравилось, это то, что в отличие от большинства других авторов романов из шорт-листа, здесь Александр Плитович прекрасно придуманы и созданы характеры. То есть есть характеры, и к ним начинаешь как-то относиться. То есть там есть один такой с непроизносимой фамилией НКВДшник, которого просто невозможно невозненавидеть. Есть там, скажем, такой зависимый псевдоинтеллигент, встукач-доносчик, тоже гнуснейший тип. И очень выпуклые такие яркие образы. Я бы сказал, что ассоциация книга Александра Ятоева у меня вызвала с двумя авторами. В первую очередь, естественно, Андрей Платонов. Сто процентов. А во вторую очередь, это Юрий Мамлеев. Потому что роман содержит еще какой-то такой психоделический, фунтасфанагорический оттенок. Вот эти вот ненцы, да, они там все живут грибы, как вы понимаете, растительность заполярного круга. И вот эта грибная галлюциногенная история, она тоже проникает в этот роман. И я бы не сказал, что это какой-то там ненецкий магический реализм. Это на самом деле такой абсолютный кошмар сталинского периода. То есть, хотя книга художественная, а не какая-то мне общественно-политическая, но диагноз сталинщины там поставлен очень четко. То есть, вот эта паранойя, вот это интриганство, это поголовное стукачество, там это просто изображено в высшей степени убедительно. Так что вот, да, такая комисс Мамлеева-Шаламба, и на мой взгляд, на мой взгляд, очень и очень убедительная. И последнее, что я хотел бы сказать, это то, что видно, что автору этот роман было писать тоже в кайф. То есть, романы пишут, ну, кто-то ради денег, кто-то, чтобы выпендриваться. Вот тут вот, по тексту видно, что роман автору было писать очень приятно. И вот это ощущение, вот это вот такое приятное и теплое ощущение, оно передается и читателю тоже. Спасибо большое, Артемий. Мне было очень интересно. Уверена, вам тоже, да? Или нет? Очень хорошее настроение, мне интересно. Или нет, сегодня очень, очень у меня странная атмосфера такая, такая нерасслабленная. То ли погода, давление, в Петербурге вот это все. Но мне кажется, мы уже научились справляться, верно? Переходим к следующей книге. Упырь лихой. Славянские атаку. Про Упыря лихого известно немного. Спасибо, вы можете сейчас это сделать. Про автора известно немного. Известно, что автор взял себе псевдоним из древнерусской литературы и что у него вышли две книги, которые очень долго искали свой путь к издателю и широкому читателю. По слухам, многие издатели просто боялись печать у Пыря лихого. Но вот сегодня, со своей второй книгой, он в нашем шорт-листе. Номинатор книги, писатель Ольга Погодина-Кузьмина. Господин лихой, пройдите, пожалуйста, к нам. Хотели бы вручить вам тарелку. Очень приятно. Что-то с вами древнерусской литературы. Какой приказ. Хотели бы что-нибудь сказать прямо сейчас? Я надеюсь, что сегодняшняя церемония как-то поможет и ЛГБТ, и разрешению украинского конфликта. А это не надо. Спасибо. Отдели вам слово. Да, я тут обратил внимание на очень странную такую электроакустическую конструкцию. Только что заметил. Стоят на сцене два микрофона, направленные друг в друга. Что бы это значило? Специалисты есть? Я думаю, что мы узнаем об этом немножко позже. Ну, так как мне подсказывает чутье. Понятно. Ну ладно. Это так просто. Поход дела. Легкое недоумение и любопытство. Значит, упырь лёвку и славянские атаку. Вы знаете, что такое атаку? Кто знает, я почти не слышу голосов. Поднимите руку. Все, кто знает, что такое атаку. Артемий, я вот загуглила. Вот один человек. Не знал. Я загуглила вчера. Вчера. Понятно. Ну, я тоже. Когда этот роман ко мне попал в руки. Загуглила. Значит, славянские атаку. Занимательная книга. Это порнографический роман. Скажем прямо, без всяких там экивоков и так далее. Причём, когда я говорю порнографический, я говорю сознанием дела. Я сам был одно время основал, был главным редактором журнала Playboy. Кстати говоря, с Playboy и порнографией связана моя единственная встреча с губернатором Петербурга Анатолием Собчугом. Упаси. Тихо, не упаси. Упокой. Упокой, Господи. Его демократическую душу. Значит, тогда питерское МВД, оно распорядилось изъять. Все тиражи журнала Playboy из питерских киосков и развалов. Ну, пришлось мне ехать в Смольный, ну и там в светской беседе. Мы решили легко этот вопрос. Значит, это я к тому, что я знаю, что такое порнография в данном случае. Это действительно, это не то, что содержит сцены, или там эротика, или там галантный роман. Это, ребята, чистая густавсовая порнография. Значит, если бы этот роман экранизировали, на что я даже не надеюсь, он получил бы свои четыре икса, как жесткая форма. Сто процентов. Мало того, все действующие лица этого романа – мужчины. То есть, это не просто секс. Это секс гомосексуальный. Далее. Секс этот происходит при самых разнообразных обстоятельствах. То есть, тут можно говорить, ну, например, травосмешение. То есть, тратуются близкие родственники. Или эксгибиционизм. То есть, все это совокупление происходит исключительно на камерах, чтобы люди это видели на разных концах нашей страны и за ее пределами. Ну, естественно, о таких мелочах, как свальный грех, групповуха и так далее, я уже не говорю. Это там просто на каждой странице. Но этого мало. Да, пожалуй, единственное, чего там нет, отклонение от сексуальной нормы. Там нет лекархии. И там нет зофии. За зофию я осоз... То есть, вы протестуете, считаете, что это должно быть. Но... А что деньги платят? А вы уже заплатили, я чувствую. Ну, можете заплатить автору вдвойне и получите то, что вам интересно. Значит, по поводу зоофилии я просто благодарен автору, поскольку я являюсь уже много лет зоозащитницей. Участвую во всяких экспедициях, спасаю медвежа, косаток, берегов в Белом море. Я просто очень рад, что милые зверушки не стали объектом посягательств малосимпатичных героев этого романа. Ну, микрофилея для меня безразлична, то есть, как говорится, нравится, не нравится. Вот. Спите спокойно, дорогие товарищи. Значит, а... Ну, это еще не все. То есть, просто табурирование тут порушено по-всякому. Роман написан отборным матерным языком. Очень, так сказать, закобылистый автор стремится не повторяться, когда он, значит, описывает там всяческие приключения своих героев. Каждый раз новый эпитет, новое какое-нибудь сладичко такое клевое. Из этого я сделал предположение, что автор роман «Женщина». То есть, я заметил, что русским матом наиболее творчески и виртуозно владеют именно женщины. И, минимум, одна из них присутствует в этом зале, я ее видел. Моя любимая поэтесса и писательница Наташа Романова. Можно словить не менее мною любимую Софью Купряшину. И у меня даже возникла маленькая теория по поводу того, почему это так. Дело в том, что, в общем-то, для русского, ну, русскоязычного мужчины мат – это норма речи. Норма. То есть, с матом, ну, что слово «мать» происходит, вот это «мать родная». А для женщины все-таки мат – это что-то более экзотическое. Как-то она все-таки находится на некоторой дистанции от этого мата. Поэтому с женщинам в мат играть как интереснее. И вот они все это придумывают и выражаются четырехэтажным образом. Ну, в общем-то, кому нравится, может почитать. О чем роман? Роман ни о чем. То есть, сюжет отсутствует. Все остальное тоже, в общем-то, отсутствует. Ну, то есть, там все раздавлено вот этими салонами корно-сценами. Это совершенно нормально для порнографии. То есть, если кто-нибудь из вас смотрел корно-фильмы или читал корно-литературу, то, в общем-то, очень трудно от корно-фильма ожидать, скажем, авторского отношения, оценки моральной и нравственной, того, что там происходит, развития характеров. Но это совершенно другая история. Это называется порн. Там иные законы. Поэтому мне было очень весело прочесть в предисловии к этому роману и вот в этих самых заметочках на обложке, которая, кстати, почти у всех представленных в этом году книг, абсолютно, продолжаясь по-английски, не слили. То есть, вводят в заблуждение автора. Ничего в общем. Там про роман «Славянские атаки» написано, что, во-первых, он трагический, ничего там в хранении нет. Во-вторых, что он сатирический. Что, конечно, навело меня на какие-то мысли. Ну, я знаю и люблю таких классиков сатирического жанра, как скажем. «Сливт», «Слакоковщий грен», «Колд Гархов» и такая. Не трудно вспомнить, что являлось объектом сатиры всех этих авторов. В данном случае объект сатиры, на мой взгляд, полностью отсутствует. То есть, это может быть сатира на этих самых «от-таку», смелый сатирический наезд на «от-таку», которых на всю Россию, может, там, пара тысяч. Ну, думаю, что это мелковатая, мелковатая мишель для сатиры. Тогда возникает второе предположение, что это сатира на гомосексуалистов и гомосексуализм. Тоже смело. На Западе бы точно не проканало всего, там же не поид корректности. Для России он тоже не очень канает, в силу того, что, в общем-то, гомосексуалисты в нашей стране являются, ну, не то чтобы не сильно гонимыми, но, во всяком случае, как бы, еще и сатиру на них выпускать. Я думаю, что канала ТНД вполне достаточно. В общем, сатиры там нет. Чем хорош роман? Я бы сказал, что у этого романа есть одна, несомненная, полезная миссия. Он должен стать, вот эти славянские атаку, должны стать настольной книгой отечественных пропагандистов. То есть есть, скажем, такая пассионарная женщина Захарова из МИДа. Есть всякие люди, типа Киселев, Соловьев. Вот всякий раз, когда всякие кривитники России будут очередной раз испускать грустные инсинуации, что в России, детскость, свирепствует цензура, там, что у нас нельзя то, нельзя сё, всё табулировано и так далее. Вот тут вот появляется Захарова из МИДа, показывает всем роман славянский атаку, и говорит. А вот это вот вы читали? А это не просто официально изданная в России книга. Книга, которая была номинирована на одну из популярнейших литературных премий. А может быть, ну это, конечно, от жюри зависит, может, она эту премию ещё и получит. Вот, собственно говоря. Примарксеста я кончил, но у меня всё. Я ж могу тебе подогрязывать, ну как уходите. Всё же, вот, короче. Хотя это очень неактуально, но тем не менее. Спасибо большое. Так вот, переходим к следующей книге. Евгения Некрасова. Книга называется «Калечина-Малечина». Евгения Некрасова родилась в чудесной, замечательной Астраханской области. Окончила сценарный факультет Московской школы нового кино. Она лауреат премии лицей. И «Калечина-Малечина» её вторая книга. Номинатор-издатель Елена Шубина. Евгения Некрасова. Дмитрий Некрасова. Поздравляю вас с вашим блестивом. Спасибо. Артемий, вам слово. Пойду поудобно и сяду. «Калечина-Малечина». Значит, это детская книга. Это детская книга, на обложке которой стоит, что её нельзя читать детям до 18 лет. Я внимательно прочёл этот роман, как, собственно говоря, и все остальные представленные произведения. Я в ней нашёл два матерных слова в совершенно невинном контексте. Всё. Больше там ничего не было. Почему она 18+, не представляю себе. То есть я вообще из... А? Какая филия? Какая филия? Значит, у меня есть подозрение такое, ну чисто конспирологическое, что на книгах специально пишут 18+, чтобы привлечь считателя. Возможно, с какими-то книгами это и должно работать. С данной книгой нет. Потому что книга на самом деле детская. Там как раз сюжет очень выкупает. Это единственная книга, где действует... Где имеется герой женского пола, ну вообще девочек, девушек, женщин достаточно много. А начнете, там девочка Гадя, ей 10 лет. Она такая интересная, но интровертная девочка, мечтательная, такая не очень сходящаяся по характеру с друзьями-подругами. И, в общем-то, жизнь её ужасна. Причём она усугубляется, её предаёт лучшая подруга, над ней издеваются одноклассники, дома тоже ничего хорошего, мать вроде хорошая женщина, но какая-то несчастная, отец просто тупое животное. Да, и училка-садистка, реально такая садистическая училка в школе. В общем, короче говоря, Катя решает покручить жизнь. Самоубийство мне очень... Как, в общем-то, все события к этому очень прибедительно подводят. Вот происходит сказочное событие. Значит, это уже сказка. У нас сейчас будет серия из трёх сказок. Вот это первые из них, детская сказка. Какая, скажем, сказка социально-психологическая. Появляется Кикимора. И надо сказать, что это Кикимора, это существо сказочное, но не долговское. Потому что это Кикимора, она, в общем-то, умеет строить, умеет рушить. В общем, очень такое способное существо, при том, что абсолютно сказочное, живёт за печкой, на человека мало похоже, и так далее. И, ну, я, честно говоря, думал, что вот сейчас вот, вот эта самая Катя с Кикиморой начнут... Ну, да, Кикимора спасает Катю от самоубийства. Я думаю, что сейчас они вдвоём начнут уместить, значит, окружающему миру. Ну, к сожалению, этого не происходит. То есть заканчивается там всё по-доброму. Как-то очень быстро и очень по-доброму. Я бы развернул это повествование, и там, в общем-то, подружкам, подружкам, особенно учителям бы не сдобровать бы было. Но, в общем-то, и заканчивается всё, на самом деле, мило, в таком диккенсовском стиле. Что ещё могу сказать? Значит, ассоциация, которая у меня возникла с книгой Калечина-Маличина, это, в первую очередь, малышки Карлсона, который живёт на крыше. То есть имеется одинокая девочка, и вот сказочное существо приходит ей на помощь. Вот. Но живётся девочке гораздо позже, чем малышу. У нас не Швеция, понятное дело, не социализм. Вот. И ещё интересная черта этой книги это то, как она написана. Книга написана очень вычурным языком. Ну вот, я тут даже открыл страничку, чтобы вам зачитать пример. Потом Катя бежала по рекреации сквозь толпу невыросших. Невыросшие, это как бы все дети, как вы знаете, невыросшие. Они орали, были, махали конечностями. Катя знала, что самое главное не задеть никого из них и не встретить прямых врагов. Например, подсомовцев. Вывернула на лестницу, оттарабанила 34 ступеньки, свернула налево лилипутом, аккуратно прошла сквозь почти выросших людей и наконец увидела дверь учебной части. Ну и так далее. Это ещё не самый накрученный пример, но написано в общем-то очень мудрено. Сначала меня это очень сильно раздражало. Но потом как-то я свыкся с этим стилем, потому что вот к этому состоянию кошмара, в котором девочка какая-то находится, в общем, этот стиль им очень способствует. И в конце концов стал его воспринимать как вполне органичный, несмотря на всю его выживанность. Вот примерно так. Ну и в общем и целом конечно же надо снимать вот это 18+. На мой взгляд книжку должны читать и возможно в больших количествах дети, родители, главные учителя, педагоги. С тем, чтобы лучше представлять себе как тяжела жизнь подростка в современном мире, вот особенно если кем выборы для нее так и не найдется. Это как понимаете наиболее вероятный вариант. Настоящая фамилия следующего номинанта Пелевин. Зовут его Александр и это молодой петербургский писатель. Известно, что он учился на историческом факультете, работает журналистом и ведет один из самых популярных дневников в русском твиттере. Четверо его третий роман. Номинатор издатель Петр Шипель. Александр, где это? Ну, вы приветствуете автора по роману. Александр нарядно пришел на премиум. Я считаю, что это правильно. Что мне теперь сказали? Бартеров. Замечательно. Тогда слово акценту. Акцент. Александр Белевин Четвер. Значит, это тоже сказка, но это страшная сказка. Сказка, с одной стороны, значит, сказка ужастик, с другой стороны, сказка такая мультижанровая. Действия там происходят в три разных времени и в разных местах. значит, если идти по хронологии, то это конец тридцатых годов, Советский Союз, Крым, и там разворачивается такой, как бы, советский детективный нуар, такой, в стиле майора Пронина. Таинственное убийство, расследование, и там подобные вещи. очень детектив, детективная сказка с мистическим углом. А второе, это «Наши дни», и тут уже, ну, жанр, наверное, такой современный российский реалистичный роман со всякими приметами, так называемыми, сегодняшнего дня, типа рэперы, которые там цитируются, таксисты, которые Путина ругают, еще там чего-то, я уж не помню про Украину, там что-нибудь есть или нет, скорее всего, есть, вот, и там, значит, все это разворачивается в контексте психбольницы, то есть, главные действующие лица, это врач-психиатр и его пациент. И третья линия, там действие происходит в 22 веке, космолет под названием, я уж не помню, Зорница, там или что-то такое, летит к ближайшим обитаемым планетам иных звездных систем, приземляется, и что из этого получается? Значит, здесь в первом случае майор Бронин, во втором там куча всего, в третьем случае, в общем-то, очевидный прототип это романс Неслава Лема Солярис, что там тоже имеется разумный океан, который много там чего умеет, наводит всяческий вред и ужас. И параллельно развертываются события во всех трех волоскостях, там между ними еще обязательно случаются какие-то странные совпадения, то фамилии совпадают у героев, потом вот это вот зловещая металлическая пятиконечная звезда, которая там повсюду есть, какое-то африканское племя, венгем, венгель, там что-то такое с его страшными ритуалами и заклинаниями и так далее. И вот все вот эти символы, все вот эти тихие ужасы они рассыпаны значит повсюду. Я очень быстро понял, откуда все идет. То есть методика сто процентов Дэвид Линч. Дэвид Линч, Twin Peaks, Firewalk With Me, Malholland Drive и так далее. Как вы знаете, фильмы Дэвид Линча хороши тем, что они с одной стороны очень интересные и завораживающие, с другой стороны в них нет вообще никакого смысла. То есть я с Дэвидом Линчем сам лично общался на эту тему. И он нечестно признался, да, я вообще не знаю. Мне вот, я не знаю, почему мне захотелось, чтобы в этой сцене вдруг появился карлик и начал играть на барабане. Или там какая-нибудь пятиконечная металлическая звезда вонзилась кому-то в займите. непонятно. Да в общем-то смысла в этом быть и нет должно быть. Это все обманки. Это все такие обманки, которые призваны сделать роман более занимательным, таинственным, страшноватым и главное, главное, страшноватым, потому что, опять же, вспомните Линча, там основное это то, чтобы родить у зрителя чувство такого вот иррационального ужаса от того, что он ничего не понимает, но все явно идет не так, как надо. и все очень-очень как патроны в коже не изябка. В общем-то, автору Александру Клинину это удается. Я Линча очень люблю, поэтому лично меня эта книга очень развлекла. Если вы не боитесь к ней относиться как к песням Бориса Гребенщикова, искать в них какой-то смысл, философию, какие-то там еще такие вот затейливые вещицы, то, в общем-то, и вас этот роман более или менее развлечет. Минус, опять же, как вы прекрасно знаете, фильмов меньше, и такого рода литературы состоит в том, что завязка всегда интереснее, чем развязка. То есть, пока автор нагнетает, все идет отлично. Когда ему приходится что-то распутывать и доводить это до логического конца, вот тут начинаются серьезные проблемы, такие в романе «Четверо». То есть, практически финал романа более или менее свободный, остаются такие вот свободные концы балкаться. Что, в общем-то, тоже неплохо и вполне понятушки. Спасибо, Артем. Андрей Рубанов, финист «Ясный сок». Представляете, Андрея, на «Нацбе» есть нет никакой необходимости. Все помнят, как в 2006 году он прям ворвался в шорт-лист премии и с тех пор еще дважды был в коротких списках нашей премии. Новый роман Андрея Рубанова сам автор называет славянским фэнтези. Номинатор «Рэбер Рич». Вы все его видели буквально две минуты назад, но прошу вас здесь. Идите к нам, Андрея, пожалуйста, мы хотели бы получить вам памятную тарелку. Артемий. Я заметил, что при получении тарелки авторы становятся все немногословнее и немногословнее. Первый что-то сказал, второй несколько слов, третий два слова. Андрея Рубанова не сказал вообще ничего. Что будет дальше? Интересно. А дальше они начнут вставать в своих мест незаметно и уходить. Шутка. Значит, вот это уже сказка настоящая. Такая настоящая русская околонародная сказочная сказка, в которой действует Соловей, Разбойник, Финист, Ясный Сокол, Баба Яга. В общем, все знакомые нам и очень любимые персонажи. Я бы не сказал, что это книга фэнтези. Даже славянская фэнтези. Скажу честно, я жанр фэнтези ненавижу. На мой взгляд, абсолютно ущербный жанр его родоначальника Толкиена. Я считаю стопроцентным клиническим графоманом. А я уже не говорю про людей типа Ник Перумов и так далее. Это просто запретельная бездарщина и халтура. Когда моей средней дочери Александре было 13 лет, она написала роман в стиле фэнтези. Он очень понравился известному литературному критику Александру Гаврилову, которого вы все прекрасно знаете. Александра Гаврилову даже очень хотел этот роман опубликовать. Потому что, в общем-то, да, это было намного лучше, чем Ник Перумов. При том, что действительно шуша моя тогда училась в каком-то там, типа, пятом-шестом классе, причем училась не очень хорошо. Ну, вот это фэнтези. Значит, фэнтези, ясный сокол, наоборот, это не фэнтези, это сказка. Почему это не фэнтези? Во-первых, там мало насилия. В фэнтези обязательно должны быть все эти чертовы рубленые бошки, водопады, крови, пытки и так далее. Вот как ваш любимый фильм этот, на мой взгляд, полное говно, запредельные игры в кроны, да? Да. насилия в этой сказке практически нет. Дальше фэнтези обязательно должна быть вся вот эта дешевая мистика. Мистика, символизм, вот все вот это вот, что делает все намного наряднее, загадочнее и якобы умнее, чем оно есть на самом деле. Здесь этого тоже нет. В общем-то, эта сказка повествует об очень простых и правильных вещах. Про любовь, про дружбу, про верность, про настойчивость достижения поставленной цели и так далее. То есть, ну, это вот тип сказок Божого, например. И мораль этой сказки тоже очень простая. Любовь сильна, что добродетель внесет в себе награду, что ложь обязательно наказуема. Судет сказки, ну, в двух словах, буквально, там имеется, значит, героиня девушка Мария, про которую там, на самом деле, меньше всего, как бы образ такой плоский и не слишком запоминающийся, но все строится на ее истории. Эта девушка полюбила такого микологического птица-человека или хочет всеми способами, стерев железные железные бутики и каменные посох, значит, хочет его найти. И несколько мужчин, один скомарок по кличке Двумила, один такой боец и оружейник по кличке Гыжи-Дук и один тоже птица-человек, он такой Растрига, собственно говоря, Соломей-разбудник, они этой самой магии помогают найти свое счастье. И каждая из них рассказывает эпизоды того, как это происходит. Надо сказать, что написано все очень правильно, очень хорошо, у каждого из повествователей свой стиль очень характерный. Вот, так что читать книжку интересный. Самый интересный здесь то, что, в общем-то, есть известная такая поговорочка, а может даже и стишок, а может даже и Пушкина, сказка ложь, да в ней намек, добрый молодц мурок. Вот, я не обнаружил в этой сказке вообще никаких намеков. То есть, если вспомнить всякие современные сказки, скажем, позднесоветские или раннероссийские, ну, скажем, сказка о тройке Стругацких, да, вот это политическая сатира, на самом деле, в чистом виде абсолютно беспощадная, глумливая политическая сатира. Здесь, вот, в фильме «Стиясном соколе», ничего такого нет. То есть, книга исключительно о вечном и все мои потуги там обнаружить, скажем, какие-нибудь параллели между, условно говоря, летающим городом этих птиц и человеков и тамошней гнусной элитой, скажем, современной российской гнусной элитой. Ну, в общем, нет, это разные вещи. Это разные вещи, и, в общем-то, никакой тут особой связи я не обнаружил. Обнаружил вот только то, о чем уже сказал, что его стесильно и очень казалось. Ну, и что же, осталось один автор в нашем списке коротком и одна книга, и это Михаил Трофименко. 20-й год представляет кадры и кадавры. Михаил Трофименко знаковая фигура для Петербурга и для всей российской кинокритики. Родился он в Ленинграде, окончил ИСТФАК ЛГУ и защитил диссертацию Лудгидмики. Преподавал во Франции, организовывал кинопестивали по всему миру, написал множество книг и тысячи статей. В этом году у Михаила вышли целых три книги, но в наш финал попала книга не столько киноведческая, сколько историческая. Номинатор издатель Юнона Романенко. Не стесняйтесь, уже выйдите, пожалуйста, мы хотим вручить вам тарелку, а то действительно Артемий, кажется, это очень хорошо. Поздравляю вас. Хотели бы что-то сказать. Спасибо. Замечательно. Артемий, вам слово и мы перейдем к начало, извините, ради бога, маленький аппендикс, довесок к финисту ясному соколу, я тут наружу в своих заметочках. Значит, сказка «Финист ясный сокол» также несет на своем ясном челе, в смысле, на обложке надпись 18+, содержит, значит, чего-то там такое, вы знаете, какое. Значит, должен вам сказать, что внимательнейшим образом, изучив этот текст, что я там нашел? Что мужской половой орган там именуется УД, сильно устаревшее, но абсолютно литературное и приличное слово. Что женский половой орган там именуется женское место. Тоже я бы не сказал, что особо как-то цинично и матерно. А совокупление там называется и вовсе интересно. Честно говоря, я никогда не слышал такого палеотива. Это называется «Честное дело». И вот за «Честное дело» роман «Убрифелье 18+. И по-видимому, значит, эта книга тоже будет не рекомендована для чтения детям, что, на мой взгляд, является абсолютно категорически несправедливым. Так, а теперь Михаил Трофименко в 20 век представляет «Кадры и кадавры». Ну, это у нас единственный нон-фикшн, кроме того, Михаил Трофименко единственный из авторов, кого я знаю лично, очень люблю и уважаю. В принципе, как бы тут обсуждать нечего, да? Нон-фикшн, историко-публицистическая книга. Ну, заниматься факт-чекингом это не мое дело. Ну, можно сказать, что книга написана очень хорошо. Какие тут вообще могут быть разговоры про литературные части. Так что, о чем говорить, я себе, честно говоря, не вполне представлял, но все-таки решил, что надо это у него покритиковать. Значит, имеется в книге один, на мой взгляд, объективный и формальный недостаток. Заключается он в том, что она перенасыщена, она перенасыщена информацией. То есть, вот она вот, как это «Мертвое море» в Израиле, очень, очень она насыщенная, соленая, на каждую строчку по 10 имен и так далее. Значит, я примерно понял, почему это произошло, потому что книга представляет собой сборник статей. То есть, изначально это были статьи, которые Михаил Трофименков печатал в «Коммерсанте» и многих других изданиях, ну, а потом он решил, каким-то образом это дело переработав, по-видимому, логически переосмыслив, слегка, наверняка, дописав или сократив, превратить в книгу. Так вот, в журнальных статьях количество и плотность информации, естественно, намного выше, чем в книге. И то, что для журнальных статей нормально, для книги, на мой взгляд, выглядит некоторым перебором. Поехали дальше. Это не главная проблема. Главная проблема в другом, на мой взгляд. Она заключается в том, что, в общем-то, при всем старании автора, на мой взгляд, концепции у книги так и не образовалась. То есть, она развивается в хромологическом порядке, нулевые годы 20 века, 10-е, 20-е и так далее. И, соответственно, там идут описания всевозможных исторических событий, которые имели место в данный период, и они, значит, еще каким-то образом увязаны с событиями в мире кинематографа. В том, что касается кинематографа, Михаил Трофименков просто главный из страны специалист. рано хлопаете. Значит, а тут начинаются всевозможные вопросы. Значит, если это история 20 века, то тут же почему там нет, ну, например, каких-то главных, главных действующих лиц 20 века. Ну, скажем, рядик, кто будет спорить с тем, что самые влиятельные мыслители 20 века это Альберт Эйнштейн, Зигмут Фрейд и Владимир Ильич Ленин. Ленин там есть, Фрейда и Эйнштейна там нет вообще. Будто не было таких людей в 20 веке. То есть Эйнштейн там отминается единственный раз в связи с каким-то своим оклазником. Ладно, если если нет там, скажем, науки, то что там есть? Там имеется огромное количество войн. Может быть, это история войн 20 века? Войны там всевозможны. Там шикарней совершенно в очереди о Первой мировой войне. О гражданской войне в Испании в 1936-1939 годах. Например, главной войны 20 века или на Второй мировой там опять же почти нет. Значит, это не о войнах, может быть, это книга о каких-то эксцессах, ужасах, фриках и так далее. У нас, кстати, отличный очерк про итальянского документалиста фамилии Якопетти, имя забыл? Герма. Якопетти, которого вы можете знать. Очень популярны были в видеосалонах в 80-е годы, документальные фильмы со всякими ужасами. Ну, то есть, там, стихийные бедствия, какие-то серийные убийцы, какие-то ужасы войны, расстрелы, казни и так далее. И вот, пожалуйста, вот это самое Якопетти, это все с таким садистским восторгом демонстрировал зритель. В книге Михаила Трофименкова этого тоже хочется добавлять, В общем, присутствуют какие-то герои, которых я даже не слышал. Скажем, какой-то французский серийный убийца десятых годов, по-моему. Очень интересная история. Там еще очень много интересных историй. Эрудиция у Трофименкова исключительная. Можно только с Димой Быковым сравнить. Но опять же, если это книга эксцессов и ужасов в 20 веках, непонятно, почему там нет главных героев этого самого процесса, начиная от бомбардировки Хиросимы и Нагасаги и кончая там, славненько говоря, Чарльзом Мэнсоном и каким-то еще славными ребятами, проупускателем. Если эта книга, скажем так, что тоже может прийти на ум о том, каким образом в 20 веке преследовалась свободная мысль, то тоже не очень все логично получается. С одной стороны, много всего достается американскому империализму, в том числе и в не очень убедительном контексте. Скажем, там вот есть одна история, лишь обратим внимание, про то, как в конце сороковых годов подлое ЦРУ решило превратить американское абстрактное и формалистическое искусство в такое оружие soft power, да, то есть одолеем коммунизм с помощью абстракционизма. Ну, забавная, забавная штука, но в качестве единственных действующих иллюстраций там приводится художница Джорджия О'Кифф, которая вообще не была абстракционистской. Более того, если я правильно помню, ее стиль назывался прецизионизм, то есть как бы прецизионизм, она была скорее фотореалистка, эти ее цветочки там и так далее. А в качестве музыкального главного формалиста фигурирует композитор Арон Облант, который на самом деле такой американский Сергей Прокофьев, то есть абсолютно традиционный композитор, использующий мотивы всякой американский народной музыки и так далее. А настоящий вот гад формалист, абстракционист, музыкальный Джон Кейдж, он такой вообще никак не упомянут. В общем, короче говоря, короче говоря, как бы не очень там все складывается. Из-за этого книга читается, к сожалению, мною, по крайней мере, читается не с нарастающим, а с убывающим интересным. Сначала все было суперинтересно, а потом все как-то расплывалось, разваливалось и так далее. В 60-м годах развалилось окончательно. Какие-то главы мне, кажется, там вообще не нужны, какие-то главы полностью, полностью как-то отсутствуют, как мне кажется, нужны. То есть я все это нажму насчет того, что концепции нет. Из кадра есть, вот эта вот киношная история есть, прекрасно, прекрасно изложенная, а вот кадавры, что такое за кадавры такие, я так, к сожалению, и не понял. За это действительно как-то сильно просел финал, вот. С другой стороны, это не так уж важно, потому что книга содержит огромное количество интереснейшей информации и в качестве референс-бук справочника по 20-му веку с большим удовольствием поставлю эту книгу в свою книжную полочку рядом с прекрасной книгой того же Миши «История Советского Союза» в 50-ти фильмах. Вот. А все. Вот, пожалуйста, иди. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, Артелия. Ну, собственно, уже представлены все авторы и все книги, и мы ждем, не дождемся, чтобы узнать, кто же победил. Но давайте немножко отложим финал. Во-первых, узнаем, зачем же все-таки нужны вот эти микрофоны. А во-вторых, приживемся замечательно, никуда не уходите, прервемся прямо здесь, все дружно в общем порыве, музыкальную паузу и пригласим на эту сцену с замечательной, великолепной Женю Любич. А если вдруг кто не знает, кто это, не забыл, то Артемий, сейчас нам расскажите пару слов, пожалуйста. Да, я думаю, что появление Жени Любича, ее ансамбль, они объяснят вот эту загадочную инсталляцию у нас на сцене, то есть микрофон говорит с микрофоном. Женя Любич, в общем-то, это землячка ваша, дорогие друзья. Она действительно прекрасная певица с очень необычной судьбой и, скажем так, логикой карьеры. Она стала, она стала известна сначала во Франции, где ее призвал знаменитый продюсер Марк Кулен, у которого имеется в высшей степени успешный проект под названием «Новая волна». И Женя Любич стала одной из солисток вот этой самой «Новая волна», причем единственная русская, там же были француженки, англичанки, там одна девушка из Бразилии, вот, и Россию там представляла Женя Любич прекрасно совершенно пела эти самые английские песни в стиле «Новой волны» в боссо-ново обработке. Тут Женя Любич проявила просто редкий, редкий для нашей страны реальный патриотизм. Вместо того, чтобы ухильнуть себе в Европу, сделать там карьеру, что, в общем-то, для нее не составило бы там большого труда, могу точно сказать. Она вернулась в этот город знакомый до слез, в город Петербург в 2010 году, после двух лет во Франции, и стала тут писать, записывать и петь очень хорошие песни. У нее вышло уже три альбома, несколько эпишек. совсем недавно Женя Любич впервые стала матерью, она родила дочь. Так что встречайте ее, пожалуйста. всем добрый вечер. Спасибо большое за такое весное представление обо мне. Сегодня я хотела бы спеть песни. Достаточно мало людей не знают о том, что у меня такие песни есть. Но на самом деле именно с них-то все и началось. Моя музыка родилась из литературы, как-то вышла она. Потому что первые мои песни я писала именно на стихи разных поэтов. И именно эти песни, которые были написаны в детстве или как-то в юношестве, вот сегодня ими я хотела бы с вами поделиться. Начну я с песни на стихи Николая Асеева. Я не могу без тебя жить. Мне и в жару без тебя сушь. Мне и в дожди без тебя сушь. Мне и в жару без тебя сушь. Мне и Москва без тебя сушь. Мне и в дожди без тебя сушь. Мне и в жару без тебя сушь. Мне и в дожди без тебя сушь. Ничего не хочу ждать. Слава с друзей, силу врагов я, Ничего не хочу ждать. Кроме твоих драгоценных шагов я, Ничего не хочу ждать. Кроме твоих драгоценных шагов. А вот сейчас будет еще одна песня. Она написана была мной на стихи Владимира Маяковского. ПЕСНЯ Сказал философ, и все в кино, Родные, сестры, кино и вино. И хоть и лыб, приятнее вино, Но в случае дома и дома. Я должен иметь рапорта от кино, И меньше торговца вино. Не знаю кто и что вина, История эта длина, Но фильмы уже догоняют вино, И даже вреднее вино. Но вскоре будет всякого, От них тошнить одинаково. Но вскоре будет всякого, От них тошнить одинаково. Но вскоре будет всякого, От них тошнить одинаково. Но будет всяко, От них дошли сядут на головах. У меня даже есть такая идея записать следующий альбом из таких песен. Сейчас я просто спою ещё одну стихи Роберта Бёрнса в переводе своего шага. Он меня поцеловал и ушёл на склон. Он меня поцеловал. И ушёл по склонам Бог на уступы сельского. В сёму бляжу я с этих пор. Пощади его в пути дробный дождь, трескучий град. Горных троп не запятит на вершине снегопад. В бледном суроке ночном. Не кружись метель над ним. Пусть он спит спокойным сном. И проснётся невредим. Пусть меня он назовёт. И в долину кинет взгляд. Путь ведёт его вперёд. А любовь зовёт назад. Субтитры создавал DimaTorzok Он меня поцеловал. И ушёл по склонам Бог на уступы сельских снов. В сёму бляжу я с этих лоб. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К слову. К эту сторону. И много песен на русском языке. Когда я жила в Америке, ещё стала писать на английском. Вот одна из таких песен. Правда, она была написана между Питером и Парижем скорее. Ну, вот хочется мне как-то отыграться за эти застыковки. Может быть, какие-то. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добрый вечер, уважаемые господа, почтенная публика Я, честно говоря, думал, что мое выступление вырежут Ввиду того, что предыдущий оратор, по-моему, использовал весь лимит возможного и невозможного времени Но если бы я еще стал после Артемия Троицкого рассказывать о коротком списке Я полагаю, что вы меня вряд ли бы помнили Я вообще с легкостью, честно говоря, может быть, с литкомыслием Согласился, когда мне предложили разговорить жюри Потому что, по-дому, функция техническая Ну, уважаемые люди будут голосовать, высказывать свое мнение А я-то всего лишь в случае, если они вдруг в равенстве голосов Потому что если финансовые скоро рассуживают, то тут-то уж рассужу В крайнем случае Но, так, честно говоря, я смотрел интересное мероприятие Интересное зрелище Я несколько не ожидал В первых не ожидал такой рассадки Знаете, как вот на форумах Питрий любит форумы проводить юридически, только что он шумел Скоро экономически, за ним финансовый Мы так вот сажаем за столиками Как дискурсанты И мы так сели, я думаю, сейчас вот на всю стоит дискутировать А у нас, как в карнавальной ночи Да, плачешь, ты изглажился Вот только я сразу не понял, почему сначала вызывают номинантов Кручают тарелки, а потом рассказывают Но потом-то сообразил, что если бы их вызывали после рассказывают То многие, может быть, мы не вышли Знаете, поэтому... И честно вам скажу, он честный Я не очень понял, для чего вообще это все рассказывали Не все же занятия Нет, 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 просто мне положили конверты И они запечатаны Там члены жилые уже проголосовали И чтобы не рассказывали до туго Уже они голоса свои не подменят Так я не дам такую возможность Я прочитаю ровно то, что они проголосовали Ну, они не говорят, что они то же скажут Так для кого рассказывали? Для меня рассказывали Потому что я единственный, который теоретически Могу при Раменских голосов быть и проголосовать Но, знаете, какая медала Так интересная акустика устроена в этом зале Что, сидя вот там вот за этими столиками, я практически ничего не слышал И мы с Владимиром Владимировичем Вот, периодически он спрашивает меня О чем говорит он? Я старался, как я это использовал Потом он мне трактовал И мы, так сказать, вот Ну, с неким пониманием Подошли к этому ответственному процессу Для этого я вас убеждаю, что Если вдруг для меня дело пройдет То голосование будет сугубо субъективным Так как я прочитал, а не прослушал Иных возможностей, увы, нет Не было Ну, а в целом Мне кажется, что Сам в себе Сам в себе Пример Замечательная Прекрасная И умная Потому что пора уже кончать Этим бульваром Учтивом Которым кормят наши народы Который Который Читает его направленные Детективы Эти дамские романы Какие бы ни были здесь представлены произведения Эротические, порнографические, интеллектуальные, кинематографические Они написаны умными, интеллектуальными людьми И в любом случае вреда от прочтения этих произведений не будет Будет только польза Польза и приятная работа мысли Собственного интеллекта, собственных рефлексий Для этого, собственно, мы интеллектуальны считаем Поэтому Приятного вам вечера И Чтобы Ваш Ваше внутреннее впечатление Совпало С тем выбором, которые сделаны Спасибо Спасибо, Евгений Поставлю его сюда И вы сюда же будут выходить члены жюри Получится у меня Или он не предназначен Ну, кто же у вас техническая служба Ладно, так или передавать Что делать Помогите Артемий, тем более идите сюда Вы же у нас Как бы рука По художественной графике Художественной, да Сейчас Части зала не видно Но этот стенд Наверное, когда заходили Заметили Что Здесь Все авторы Их Произведения Где Артемий будет отмечать сейчас Разными знаками Которые ему больше по душе Кто набирает больше голосов Итак Переходим к открытому голосованию Господа, ваши аплодисменты Мы добрались Первому голосу Первому свой голос отдаст Владимир Владимирович Бортко А Владимир Владимировичу можно рассказывать Бесконечно, но едва ли Едва ли в этом есть необходимость Потому что все его и так знают Автор многочисленных кинофильмов И телесериалов Народный артист России Депутат Государственной Думы Лауреат многочисленного множества наград Владимир Владимирович Бортко Вам слово Здравствуйте, дорогие земляники Я очень рад Находиться здесь Находиться в Петербурге Потому что в последнее время Я нахожусь больше в Москве И очень приятно приехать сюда Тем более по такому поводу Потому что пришлось Прочитать, во-первых, двух книг А я давно не читал Оказалось увлекательное занятие И потому что Я могу выбрать ту книгу Которая мне понравилась Хотя, честно говоря Чтение было сложным Я вырос на другой литературе И для меня это было несколько неожиданно И даже пугало поначалу А потом я привык И очень сложно было Для меня выбрать Кого-то из писателей Поскольку это Непростое занятие Сказать, что я просто Поражён какой-то книгой До глубины души Я не могу Мне больше понравится Одна, вторая, третья И вот здесь Мне пришлось сложное Но я тогда подумал вот о чём Я очень люблю Греческие мифы И я как-то каждый раз интересовался Кто-то же начал их писать Кто-то же сидел Придумал Рассказывать Кто-то же рассказывал их Придумая интересную историю Вот И я Нельзя говорить Кому я подолблю Почти А вы можете сделать это в любой момент Но Интригу продержите Если до фирмы Тогда Я буду держать интригу И не скажу Что я С удовольствием Поддал свой голос Одному из писателей Что? Спасибо Нет, нет, нет Нет Ну вообще Я артистка Вы режиссер Вы лучше знаете, как это сказать Говорите смело Прямо сейчас Именно для этого У вас свидетельность Ну тогда зачем же я писал А это чтобы проверить Вдруг вы переметнулись Я очень люблю Греческие мифы И теперь можно показать человека Который Пытается это всё сделать И даже с успехом Андрей Рубанов Спасибо большое Спасибо Спасибо Итак Первое что у нас Сердце Андрей Рубанов Отлично Следующий голос Общественный деятель Кристина Потупчик Кристина родилась в Муроме Окончила филологический факультет Владимирского университета Она президент фронта Открытой новой демократии Член общественной палаты А также популярный Книжный блогер Её телеграм-канал В котором она делится Впечатлениями от книг Читают более 30 тысяч человек Кроме того Она и сама Автор нескольких книг Последний из которых Называется Запрещенный телеграмм Вам слово Кристина Огромное спасибо За оказанное доверие Для меня это Большая честь И большая ответственность Войти в жюри Столь престижной премии Которая Определяет Актуальную книжную Повестку вашей страны И выбор Конечно Был очень непростой Я с удовольствием Прочитала весь шорт-лист И наша задача Была определить Именно Интеллектуальный бестселлер В моём понимании Интеллектуальный бестселлер Это Книга Которая стала популярной Несмотря на Требуемое приложение Интеллектуальных усилий Со стороны читателя То есть Это литература Которая Ощряет думать И тут Я конечно Разрывалась Между Михаилом Трофименковым И Александром Литоевым Но Решила Сделать выбор В пользу Проблемы Более актуальной Как мне кажется Сейчас намного важнее Обратить внимание На Проблему Которую Как определяет Наше будущее Будущее Это дети Подрастающие поколения И Евгении Некрасовой Удалось Залить в голову К маленькой девочке И показать Глазами ребёнка Как это испытывать На себе Буллинг Родительское равнодушие Травлю со стороны Учителя Педофилию Это История О Хрупком психологическом Состоянии Ребёнка О том Как выжить В равнодушном мире И мне кажется Что это История О синих китах То Как она должна Была быть Рассказана Все мы помним Истерию По поводу Групп смерти В интернете И Я прекрасно понимаю Что намного проще Переложить ответственность За детские суициды На Интернет-тролли Нежели Чем Брать ответственность За воспитание Ребёнка И как раз Евгений удалось Описать То Как причиной Ужасной катастрофы Становится Не Сетевая Страшилка А именно Повседневность Поэтому Тема Это безумно важная И Ещё хочу добавить Что книга Конечно Не только для тех У кого есть Дети Это Литература О поиске себя О том Как выжить Маленькому человеку В большом Огромном мире И Евгения Описывает Этот нарратив Не только как Талантливый Литератор Но и как Тонко чувствующий Писатель Психолог Поэтому Я хочу сказать ей Огромное спасибо За эту книгу Она меня безумно тронула И Прошу вас всех Её прочитать Потому что Это очень важно Действительно Большое спасибо Аплодисменты Юрий Викторович Как у нас дела? Все впадает? Все в порядке? Да Вы следите за процессом? Ну всё Я после вашего выхода Сюда поняла Что вам можно доверять В этом вопросе безусловно Следующий голос Писатель Алексей Санников Аплодисменты Ровно тут на данной этой сцене Участвовали Алексея Как лауреат У нас без 2018 За книгу Петровой Укрепи Вокруг него И по нашей традиции Вот он снова с нами Призер и лауреат Прошлого года Становится Членом жюри Нынешнего года Вам Голос К своему ужасу Становится Членом жюри Какой кошмар Насколько проще Было все-таки Сидеть Грызть ногти В уголочке В темноте Вот Ну а я хочу заметить Что в этом году Как-то добрее Носятся Книга Видимо в этом году Все-таки Шортист попали Действительно достойные книги А не как в прошлом Когда их замесло Случайно Там Там были такие Всякие Бесчеловечные Автор Какие-то там И это Действительно Мне очень понравился Шортист Я даже готов был Разорваться Есть и провокативные книги Ну с некоторыми оговорками Потому что Кого-то она может особо И не спровоцировать Ни на что Я бы не назвал ее Порнографической Я имею в виду Все-таки В славянских Анимешников Но Все авторы Писатели Не исключение Собственно И Затем Замечательная История С Кикимой Замечательный Non-fiction Который я прочитал Честно говоря Это была Первая книга Которую я достал Из сумки Которую мне дали Я сел В поезд До аэропорта Московского Я чутался только По-моему Когда Уже заканчивал книгу Когда самолет Делал посадку В Екатеринбурге И только тут Я вспомнил Что всю дорогу Кричал ребенок Все два часа Только тут я понял И даже забыл Что он кричал Потом Замечательная история Андрея Рубанова Которая просто Там проникла Вся наша семья Я слушал Я ее и читал И слушал В аудиоформате Моя жена Мне особенно понравилось Что Кажется Там участвовал актер Если я понял Который озвучивал Альфа И Профессора Детектива Коломба Прекрасная история Четверо Что А как И я По-моему Не смогу никогда И поэтому Я проголосвал за него Аплодисменты И Андрей Сегодня Петербург Которая 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 У нас Выступали У нас И будут Выступать Такой Получается У нас очень Красивый Книжный Праздник Праздник В городе Что Касается Моего Выбора Я Думал Как Объяснить Действительно Спектр Произведений Которые Представлены Очень широкие И Фикшн И Фэнтези И Такая Очень Драматичная Проза Я Мне понравилось Мне интересно Было Все И Выбор Был Ну Выбор Как-то пришел Сам по себе Это Знаете Абсолютно Что называется Понравилось Мне понравилось Зацепило Не зацепило Я Эту книгу Проглотил Буквально Вот За один глоток И Какое-то Знаете Такое Ощущение Свежего Сдоха Мне Понравилось Колечное Молечное И Вот Евгения Некрасова Ну и Входит вперед Спасибо вам большое Андрей Два голоса Так Переходим К следующему Члену Жюри Семен Пеков Семен Полетел к нам Сегодня прямо С работы Из Донецка На сегодняшний день Семен самый известный В стране Военный корреспондент Он провел более Десяти командировок В Сирию И сопровождал Например операции По освобождению Дву веков Пальмиры или провинции Дамаск и Хомс А его репортажи Репортажи из Донецка Давно стали Одними из основных Источников информации О происходящем На Донбассе Семен создатель Информационного агентства War Гонзо И кроме того Он поэт и автор Несколько Книг Стихов Вам голос Аплодисмент Я, во-первых С одной стороны Крайне благодарен Вадиму Левенталю За то, что Он меня позвал В это жюри Он мне подарил Меня самого Двадцать лет назад Потому что Разъезжая По Всем этим Командировках Кроме как Новостные сводки Я мало что читал А тут Буквально Грубо говоря У меня появилась Обязанность Я взял для себя Сам мини отпуск Поехал к дедушке В деревню Закрылся на всех Выключил телефон И Как Действительно Когда мне было Двенадцать-тринадцать лет Залпом Запой Можно сказать Читал эти книжки Я коротко скажу О каждом авторе Потому что Действительно Каждый из них Оставил во мне свой след Саша Пилея На мой взгляд Раз уж идёт Вот такие аналогии И традиции Сравнивать С какими-то именами прошлого Великими именами прошлого Саша для меня Это такой Потенциальный Стругацкий Один из этих братьев Потому что Действительно Это очень смело Было взяться за роман Из четырёх историй И Я с удовольствием его прочитал И действительно Я думаю Что Саша в будущем И в перспективе Гораздо больше Раскроется И подарит нам Ещё Немало Удивительной Фантастики Наполненной философией И так далее Упырь лихой На самом деле Если бы я прочитал эту книжку Конечно Лет Опять же Десять назад У меня бы Наверное Немножко по-другому Сложилось мнение Я не считаю себя Ханжой Или Каким-то Агрессивным Пуританином Но для меня Это такая Своего рода Смесь И что-то пройденное В моей жизни И шлема ужаса Пелевина И вот этих романов Сетевых Скажем так И Абсолютно Физиологический И чудовищного Планника С его там великолепным Рассказом Кишки Который Наверное для того Чтобы понять Какой эффект На тебя может произвести литература Тоже нужно было почитать Действительно Сильная тоже вещь Каличина Маличина Сам автор Я читал в аннотации Она себя А ну не себя Героиню свою В чем-то Сравнивается Сильниджер Но для меня В большей степени Это конечно Фрэнни Опять же Сильниджерский рассказ Одна из повестей Про семью глазов Абсолютно Великолепную Замечательную Серию И я действительно В этом увидел Такую Какую-то Наивную В чем-то Неподдельную Непрекращающуюся Рефлексию Но немножечко Вот в моем случае Не хватило Что-ли Сильниджерской Глубины И вот Такого Буддийского Полета Над этим всем Идуев 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 Безусловно Прекрасен Идуев Безусловно Прекрасен И Наверное Сравнение Действительно Справедливо Но В моем случае Он меня больше Вызвал Ассоциации Скажем так С Фадеевым И На мой взгляд Для того Чтобы Меня Впечатлить На сто процентов И На миллион процентов Да Немножко Не хватило Что-ли Вот Такого Фадеевской Самоотреченности Которая Есть у него В Романах Разгром И так далее И Немного Не хватило Еродимости Что-ли Скажем так Платоновской Чтобы Для меня Это произведение Состоялось Как Откровение Трофименко Я очень благодарен Действительно За Этот роман И я считаю Что Этот роман По праву Можно считать Романом будущего И Так уж Судьба Сложилась Что приходится Довольно долго По работе Общаться с Удоровья Лимоновым И в принципе Я с его мыслью согласен Которую он Траслирует о том Что роман Как явление В том виде В котором мы его знали Начиная там Со средних реков И заканчивая 20-м веком Что сама История И идеи Которые производят История Они гораздо сильнее И интереснее литературы И я действительно считаю Что Михаил Трофименков Это вот Автор И главный романист Нашего Российского Литературного Будущего Спасибо ему огромное За эту книгу И за то количество Фактов И интересных деталей И мыслей И главной идеей Которые меня заразили И которыми я еще буду Очень долго-долго болеть Вадим Я сказал вначале За что я благодарен Вадиму А теперь я скажу За то Почему я его В каком-то смысле Немножко ненавижу Он мне поставил Достаточно в неловкую Ситуацию Да Потому что Один из авторов Был номинирован Скажем так Одним из моих друзей И В общем-то Тут такая Ситуация просто Получается Довольно смешная Проголосую за него Получится Что я Значит Друг голосую за своих Не проголосую за него Значит Получил давление С другой стороны Я На самом деле Очень долго думал И решение принимал Буквально выходя Из гостиничного номера И я говорю вам Об этом откровенно А это друг Про которого говорили Это конечно же Роман Андрея Рубанова Финист Ясный Сокол Благодаря которому Я во-первых Открыл очень много Новых слов Мы читали вместе с дедушкой Дедушке 76 лет И его словарного запаса Тоже не хватило Для того чтобы Все это постичь И это очень здорово Конечно Для меня это скорее Роуд-муви Такой наш славянский Джим Джармош А не фэнтези Такой Вот если уж говорить Про психоделику О которой я говорил Артелии То для меня это все-таки Больше финист Ясный Сокол Я очень долго думал Сомневался И в итоге Отдаю свой голос Андрею Рубанову Потому что Его персонаж Это тот персонаж Которым Я сеструю Это выбор Скажу так Скорее Не мозга А Моей натуры Спасибо вам Спасибо Сергей Викторович Все под контролем Ну что ж Голоса Разделились Два голоса Евгения Некрасова И у Андрея Рубанова Тоже два голоса Александр Никтоев Один голос А у нас остался Возможно Юрий Викторович Вам и придется Вам и придется Сегодня возможно Приложить Тоже Внести свой вклад Своим голосом И следующий голос И последний член жюри Отдает Дмитрий Пучков Вся страна знает Дмитрия Как легендарного Гоблина Автора Правильных переводов Десятков фильмов И телесериалов Но Дмитрий давно уже Не только переводчик Его канал на YouTube Успел за последние годы Превратиться в самостоятельное Разноплановое И очень влиятельное Средство массовой информации Сегодня Без малого Полтора миллиона Его подписчиков Ежедневно Не только узнают О новинках Кино И игровой индустрии Но и следят за новостями Политической Общественной жизни Изучают историю Экономику Психологию И смотрят интервью С самыми разными Интересными Людьми Вам голос Спасибо Книжки я извиняюсь Практически не читаю Последние 20 лет Не читал ничего Из художественной литературы Последняя прочитанная Книжка Не знай куда луги Для ее вслух Для детей Хорошая книжка Полезная И для взрослых Обращение Вадима Давайте поговорим Про книжки Воспринял с большим удивлением И начал их читать Был очень сильно удивлен Я В нашей литературе Непривычный Но поскольку Поскольку Своя жизнь У меня гораздо страшнее В художественной литературе Некоторое количество Времени Годами занимался Допросами Граждан Граждане мне такого Нарассказывали Что В художественной литературе Отношусь скептически Тем не менее Все прочитанное На меня произвело впечатление Не могу сказать То есть Советовать можно только Близким людям Наверное Вкусы которых Знаешь Но в целом Все отобранное Я бы рекомендовал Прочитать Ну а поскольку По жизни я занят Кино Оно меня кормит И будет Мне Ближе всего С особым цинизмом Книжка Михаила Трофименкова Наслышен И Спасибо Юрий Викторович Идите к нам Это Это, кстати, на моей памяти, да, 5 или 6 лет я с вами. Это первый раз, когда председатель жюри имеет... Нет, разве не первый раз? За последние вот годы. Точно. Ой, простите. Ну ладно, мне сейчас можно быть немного рассели. Позволяет природа. Не обошлось, не обошлось. Вечер не задался. Ну что ж, ну, во-первых, я хочу сказать, что если бы я голосовал, как мои уважаемые коллеги Пашури, к этому отлип, собственно, интерес, который я переживаю в данный момент, то я бы тоже голосовал за кадры и кадры. Потому что я люблю историю, обожаю кинематографы. Вот этот вот монтаж уникальный одного с другим, да, 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 вот это абсолютно, на мой взгляд, аматорское и абсолютно уникальное явление. Но, поскольку только один был голос за Труссельменковым годом, надо выбирать из других. Не хочу сказать, что это выбор из, знаете, как говорят, из плохого и хорошего, или из хорошего и еще более хорошего. Все книги хорошие, все каждому, каждый по-своему замечательный. И, пожалуй, я под воздействием изложения, изложения, которые я слышал частично, поэтому, извините, могу его неправильно понять, Артемия Митронского, я под воздействием этого изложения сделаю свой выбор в пользу книги. И назову фамилию Рубанов. Вам слова, Андрей. Ну, все уже сказал Тройский, и следующая длинная речь, я вижу, вы просто не выдержите все, поэтому я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в работе над этой книгой, и, прежде всего, Аглайна Батникова. Спасибо тебе, дорогие. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо большое. А ну вот вы этой замечательной ноте радостны, и с вашими аплодисментами мы заканчиваем нашу церемонию. Да, спасибо, спасибо за внимание. До следующего года.